Всем привет! Ну, все вы уже знаете, что Алиэкспресс заблокировал продажи в Крым. Жители Крыма сейчас не могут ничего купить в Алиэкспрессе, все платежи блокируются и деньги возвращаются обратно. Служба поддержки Алиэкспресс отмораживается, говорят, что никак это с Крымом не связано, что, мол, у нас просто технические какие-то там проблемы, которые они решают, и попробуйте, мол, через три дня. Только начинаешь писать им где-нибудь, скажем, в группе, в Фейсбуке, либо там ВКонтакте, либо еще где-то, то админы отвечают на этот вопрос так, что с Крымом это не связано, это просто технические проблемы, и после этого комментарий удаляется, и авторы этого комментария просто блокируют. Меня так, например, заблокировали, для того, чтобы мы не могли рассказывать, не могли об этом говорить. То есть Алиэкспресс делает все, чтобы скрыть истинные причины вот этих блокировок. Но истинные причины очень простые, больше половины акций Алиэкспресса принадлежат американцам и японцам. Именно поэтому санкции. А Китай, нет, чтобы прямо сказать, да, мы блокируем, потому что это Крым. Они так не говорят, они юлят, извращаются, ну, в общем, ладно. Меня постоянно спрашивают каждый день, как это обойти, как решить эту проблему. Вот сейчас я вам хочу об этом и рассказать. Итак, что нам нужно? Прежде всего, вот эти аккаунты, которые у нас уже есть, крымские, мы о них забываем на какое-то время, то есть мы ими не пользуемся. Нам нужно создать новый аккаунт. Для этого желательно воспользоваться либо VPN-сервисом, либо каким-нибудь прокси, для того, чтобы система при регистрации, она учитывает, с какой стороны зашел пользователь, когда регистрируется, и присваивает ему определенный номер пользователя. И вот этот номер начинается с двух цифр. Например, допустим, мы Крым, мы сейчас идем, как Украина, везде. И нам присваивают тогда номера ОА, циферки, то есть Украина. Если мы будем регистрироваться с Россией, то там будут буковки РУ, то есть Россия. А если с Японией, там GP, ну и так далее, с Америки, ЮС. Так вот, желательно все-таки воспользоваться VPN-сервисом, либо прокси, желательно анонимным прокси. Это первый раз для регистрации. Для того, чтобы нам присвоились вот эти вот цифры, определенные, не для Украины, а для любой другой страны. Ну, в принципе, это совсем не обязательно. Это просто так я высказал свои мысли, что это сделать желательно, но не обязательно. То есть, если вы не знаете, что такое VPN, не знаете, что такое прокси, и вам лень искать это в гугле, то и не заморачивайтесь. Просто регистрируйте новый аккаунт. Новый аккаунт нужно регистрировать, заполнять не на свой адрес. То есть, нужно взять какой-нибудь российский адрес. Допустим, у многих из вас есть родственники в России. Есть друзья какие-то, знакомые, там через интернет, онлайн знакомые, хорошие. Наверняка у каждого из вас это есть. Поэтому при регистрации мы указываем ихние данные, их адрес. Желательно все-таки именно родственников или хороших знакомых. Для чего? Если вдруг продавец все-таки отправит посылку именно на вот этот адрес, который указан при регистрации, чтобы эта посылочка не потерялась, не вернулась потом обратно продавцу, а все-таки пришла до адресата, ну и потом адресат каким-то образом там переправил эту посылочку именно вам. Ну, либо оставил себе там в качестве подарка. Ситуации разные бывают. Так вот. Главное, при регистрации не указывать никаких крымских данных, ни названия городов крымских, то есть Симферополь, Ялта, Лушта, Судак, все это писать нельзя. Индекс крымский указывать нельзя. То есть что-то другое. Все, мы зарегистрировались, и после этого мы можем оплачивать спокойно, оплачивать мы можем обыкновенно с наших телефонов. Телефоны это у нас номера мобильной связи, они в общем-то не крымские, они у нас краснодарские, правильно, либо еще какие-то. Ну и крымские проходят. В общем, любые способы оплаты, все работают, все доступны, никаких проблем с этим нет. Оплачиваем покупку, и ждем, когда платеж проверится. Платеж проверяется по-разному, может проверяться полчаса, может час проверяться, может два часа, ну в общем, до суток по-разному. Периодически заходим, и смотрим, когда статус нашего платежа изменится, ну, проверяется, да, готовится к отправке уже товар. И вот когда товар уже готовится к отправке, просто пишем сообщение продавцу, и указываем просьб, прошу вас выслать мне вот на такой-то адрес. И вот уже здесь указывайте свой настоящий нормальный адрес, по которому продавец и должен выслать вам посылочку. Вот, в принципе, и все. Вот таким способом. Получается, что Алиэкспресс не нарушает вот эти вот санкции, условия, потому что, как бы, заказ мы оформляем не на Крым. Ну, а продавец, как бы, под эти санкции так не попадает, он не обязан их соблюдать, ну, насколько я понимаю. Ну, в общем, вот это на сегодняшний день единственный нормальный способ, который позволяет нам сделать нормальную покупку в интернете на Алиэкспрессе и получить нашу покупку. Ну, и также не забываем о том, что Алиэкспресс это, конечно, хорошо, но есть куча-куча других китайских магазинов, например, DX, Tinedil, Pandaville, Gearbest, магазинов очень много. Товары там зачастую даже дешевле, чем на Алиэкспрессе, либо за ту же цену, но лучшего качества. Ну, и также есть Таобао. Таобао вообще супер, потому что Алиэкспресс все-таки направлен на то, чтобы торговать за рубежом, поэтому там очень много барахла. Что-то найти хорошее на Алиэкспрессе, конечно, можно, но очень и очень тяжело. На Таобао, наоборот, Таобао направлен на внутренний рынок Китая, поэтому хороших вещей, даже настоящих фирменных, там очень много, и найти их очень просто. Единственное, что при покупке на Таобао нужно воспользоваться посредником, хотя у них есть, конечно, сейчас возможность покупать без посредника, но большинство продавцов на Таобао не знают даже английский язык, не говоря уже о русском и тому подобное. Поэтому проще, надежнее и лучше воспользоваться посредником. Если вам интересно, как покупать через посредника, я могу рассказать, показать, потому что на Таобао я покупал очень много, часто, и, в общем-то, очень доволен этой площадкой, и действительно, ее советую. Особенно, как альтернатива Алиэкспрессу, это, конечно, вот так. Ну, в принципе, все, всем пока, если есть еще вопросы, спрашивайте, задавайте, я с радостью на них отвечу. Пока-пока!